Создавать культурно-образовательный комплекс будут не с чистого листа, а продолжая славные севастопольские традиции. Нельзя забывать об учреждениях культуры, долгие годы работающих в нашем городе. Проект будущего комплекса обсудили с руководителями действующих профессиональных театров, творческих коллективов и музеев. Мы всегда будем ставить приоритет развития действующих коллективов. Театр Молчарского, Лавренёва, наш Театр Танции Елизарова, ТЮЗ. Безусловно, это будет всегда приоритетом. Губернатор пообещал, что при распределении федерального бюджета, который выделят на развитие культуры в Севастополе после строительства комплекса, действующим коллективам не откажут во внимании. Однако конкуренции не избежать. Мы заинтересованы в том, чтобы в конкуренции, объективно будет конкуренция между новыми учреждениями, поднималась планка культуры, искусства, с тем, чтобы наш зритель получал качественные спектакли. Он восхищался, радовался. В обсуждении участвовали заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин и художественный руководитель будущего хореографического училища, артист балета Сергей Полунин. Основная идея проекта – это создание образовательных комплексов в городах Российской Федерации, в Владивостоке, Калининграде, Севастополе, Кемерово. В частности, сегодня мы у вас, коллеги, в гостях. В рамках комплексов, в регионах появятся филиалы, скажем так, брендовых наших учебных заведений. Центральная музыкальная школа Московской государственной академии хореографии. Будет создан инновационный вуз Высшая школа музыкального и театрального искусства Академии хореографии в Севастополе. На 18 гектарах бывшего завода построят несколько зданий, в том числе театр оперы и балета, музеи, киноконцертный комплекс, интернат для учеников и апартаменты для преподавателей и артистов. Так что отель на мысе Хрустальном всё-таки появится. Там будут жить приглашённые мастера. В балетной школе научат не только танцевать, но и преподавать, рассказал её будущий художественный руководитель. Это вот такой важный момент, чтобы человек был хореографом тоже, но не только танцовщиком, потому что обучают нас быть танцовщиком, и потом кто-то, возможно, когда-нибудь станет хореографом. Этот человек сам находит, ему никто не рассказывает, как это делать. А это же всё, тоже нужно обучать этому. Готовить учеников будут заранее, чтобы через четыре года принять детей на учёбу. Педагогический коллектив будущих театральных, хореографических и музыкальных школ подберут в этом году. Пока комплекс не построен, ребятам будут давать мастер-классы на базе севастопольских учреждений культуры. А чтобы было в чём готовиться, будущим ученикам академии подарили пуанты. Ребята получили их из рук знаменитых танцоров.